Здравствуйте! Сегодня я поделюсь с вами рецептом приготовления мяса в луковой шелухе. Нам потребуется примерно килограмм мяса, лавровый лист, черный перец, соль, молотый кориандр, чеснок, свежий или копченый, чернослив, луковая шелуха, копченая паприка, а также рукав для запекания. Для приготовления мяса в луковой шелухе я взяла свиную шейку. Также подойдет свиная грудинка или любое другое мясо на ваш вкус. Мясо нам надо натереть солью и специями. Для этого приготовим копченую паприку, соль, молотый кориандр, копченый чеснок и черный перец. Вместо копченого чеснока можете использовать свежий чеснок. Мясо мы натерли. В руках для запекания отрезаем нужной длины. Закрепляем с одной стороны. Обратите внимание, что на рукаве должен быть такой гребешок. На дно рукава мы выложили луковую шелуху, несколько лавровых листьев и чернослив. Далее в рукав мы положили мясо. Сверху на мясо кладем чернослив, лавровый лист и все посыпаем луковой шелухой. Закрываем рукав с другой стороны, закрепляем. Обратите внимание, вот этот гребешок должен быть сверху. Перекладываем рукав с мясом на противень и сейчас будем ставить в духовку готовиться. Мясо в луковой шелухе готовится в духовке при температуре 220 градусов по Цельсию в течение 50 минут. Мясо готово. Мы достали его из духовки. Аккуратно переложили на блюдо и даем мясу остыть. Рукав вскрывать не надо. Остывшее мясо в рукаве на блюде ставим в холодильник на 8-10 часов. Вчера вечером делали мясо в луковой шелухе и всю ночь оно стояло в холодильнике. Сейчас будем открывать рукав. Разрываем рукав по линии гребешка и руками очищаем мясо от луковой шелухи, лаврового листа и чернослива. Так выглядит мясо в разрезе. Такое мясо надо хранить в холодильнике, завернув в пищевую фольгу или пергаментную бумагу. Мясо в луковой шелухе получилось очень нежное и вкусное. Рекомендую, попробуйте, вам понравится. Такое мясо хранится в холодильнике до двух недель, не меняя своего цвета и вкуса. За счет луковой шелухи оно не портится в течение этого времени.